Сплю. Тупо сплю. 18 часов за рулем. Тупо сплю в пробке. Люди будят, едем дальше. Станислав за рулем маршрутного такси уже не первый год. Тяжелее всего в пробке, рассказывает он, тем, кто вынужден стоять. Музыку для пассажиров можно не включать. Каждый находит занятие для себя сам. Спасают гаджеты и всемирная паутина. Чтобы люди общались между собой, ни разу не видел. В телефоне, как я, интернет. Бои без правил. Сижу в интернете, читаю, смотрю по сторонам. Пассажиры переживают за то, что опаздывают. Больше всего нервов тратят во время стояния в пробках водители авто. Анастасия за рулем 6 лет. Рассказывает, приходится внимательно смотреть за теми, кто спешит. Из-за лихачей, стремящихся проскочить побыстрее, можно попасть в аварию. Сама Анастасия, если есть время в пробке, готовится к экзаменам. Аккредитацию решаю. У нас сейчас госэкзамены в институте. В инстаграме сижу. Ничего больше разговариваю по телефону. Конечно, за разговор по телефону или обгон в неположенном месте можно получить штраф. Зато не запрещено слушать аудиоуроки, чтобы освоить иностранный. Можно заняться документами или распланировать предстоящий рабочий день. Однако занятий, которые люди придумывают для себя в пробках, гораздо больше. В ютубе можно найти видео, на котором дальнобойщики готовят себе яичницу, музыкант готовится к концерту и водитель в соседней машине пускает мыльные пузыри. Главное – провести время с пользой.